26 мая в Новосибирске опять заработали городские рынки. Для того, чтобы в принципе получить добро на работу, владельцам торговых площадок пришлось раскошелиться на антисептики и разметку, которая призывается в люд, дает социальную дистанцию. У посетителей рынка измеряют температуру и требуют надеть защитные маски. Работу городские рынки возобновили лишь частично. Им разрешили торговать только продуктами питания, товарами первой необходимости и рассадой. 27 мая по торговым площадкам прошли рейды. Проверяющие смотрели, как соблюдаются предписания Роспотребнадзора. Рынки, которые в городе Новосибирске находятся, сами кузнецы своего счастья, в кавычках, закрыты они были как раз по итогам проверок, которые Роспотребнадзор с мемпромторгом и полицией провел. Это были обращения граждан, это были репортажи, в том числе в средствах массовой информации о нарушении санитарных норм и правил. Напомним, что рынки Новосибирска были закрыты по распоряжению губернатора 19 апреля. Тем не менее, на центральном рынке некоторые предприниматели продолжили торговать. Здравствуйте, а шаурму можно заказать у вас? Доставка только, номер телефона звонит. Только доставка, да? Вот, указано. Понятно. А почему вы работаете до сих пор? Волком не новилось работать, доставка. Мы же все сняли, мы увидели, как вы продаете, ну чего вы? 21 мая у здания администрации Новосибирской области собралась толпа торговцев, которые требовали встречи с губернатором Андреем Травниковым для решения вопроса по возобновлению работы городских базаров. Мы сейчас в такой ситуации все оказались, когда мы не были к этому готовы. Может быть, какие-то ошибки мы сейчас делаем, но мы будем все вместе исправлять. Похоже, что этот глаз народа был услышан и спустя пять дней продуктовым рынкам разрешили открыть двери для покупателей. Горожане эту новость восприняли на ура. Я не знала, где мне купить говядину, потому что в супермаркетах неподъемные цены для пенсионеров. А здесь все-таки как-то можно. За соблюдением санитарных норм обещают строго следить контролирующие инстанции. Что же мешало руководству главного городского рынка изначально соблюдать рекомендации Роспотребнадзора и не допустить закрытия торговой площадки, ее руководитель пояснил так. На самом деле мы со своей стороны многое сделали. Под роспись раздали уведомления, список товаров, которыми можно торговать. Не так просто, там, пять тысяч в один день человек организовать. Многие до сих пор не верят, что вирус существует. Однако то, что арендаторов своевременно уведомили о необходимости приостановить деятельность, верится с трудом. Уже после того, как в регионе был введен режим самоизоляции, здесь продолжалась бойкая торговля. Мы можем и закрыться, а аренду чем мы будем платить? Так что мы ждем, когда администрация нашего города, с администрацией нашего рынка придет к какому-то решению, и нам спустят, и мы сразу все сделаем, что от нас возможно. К слову, размер аренды за время вынужденного простоя для многих продавцов пока загадка. Какой рынок? Какие-то вам льготы предоставляют? Пока еще не в курсе. Ну, обещали какую-то скидку сделать. Утром 29 мая торговцы новосибирских рынков снова собрались у здания обл. администрации. Мы представители хозяйственного павильона. Мы тоже оказались в очень сложном положении. У нас рынок полностью подготовлен, все нормы выполнены, разметка нанесена, и мы просим разрешения приступить к работе. Два месяца уже мы дома сидим. У нас закрыли с 30-го непродовольственные товары. Ну, сами представьте, все расходы. Для нас всех критично это. Заместитель губернатора Сергей Семко сообщил, что возобновить работу непродовольственных отделов на рынках города будет возможно только после проверок Роспотребнадзора. Решающую роль в этом вопросе будет играть коэффициент заболеваемости коронавирусом. То есть как только регион будет укладываться в эти показатели, если рынки докажут, что они соблюдают? Не докажут, а покажут. Покажут и расскажут в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Там все четко написано. Что должно быть соблюдано? Какая социальная дистанция? Какие дезинфицирующие мероприятия должны проводиться? С какой частотой? И так далее. Все там черным по белому русским языком написано. Если ваши гражданские права нарушены, если вашей жизни и здоровью угрожает опасность, пишите нам. Добавляйтесь в наши группы в социальных сетях, задавайте вопросы и предлагайте темы для сюжетов. Не забудьте поставить лайки и отправить видео друзьям. Возможно, именно сейчас им требуется помощь прецедента. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова